Вчера рассказали анекдот про подкаблучника. На конкурсе подкаблучников победил мужик, который не приехал на конкурс, потому что его не пустила жена. Я этих подкаблучников презираю, слютяю, жены приказывают, что им делают. Где твое гордость, достоинство? Ты ж мужик, ты воин. Я так ржал, что швабру из рук не выронил. Вот я что хочу, то и делаю. Хочу белье углажу. Хочу пельмени готовлю. Хочу под одеяльной штопой. Жена без меня вообще ничего решить не может. Не, все решаю я сам. Мне жена так и говорит, решай сам, сейчас полу и вымышь или после обеда. Не самостоятельная совершенно. Эти подкаблучники позорят весь мужской рот. Это ж надо докатиться, бабам подчиняться. Да вообще. Они приказывают стирать и гладить. Да чтоб я стоял и гладил? Да неужели? Быть такого не может, чтоб я стоял и гладил. Сидя, гладил. 16 тещиных халатов стоя не погладишь. У него там такие просторы, у него размер 10ХЛ. Там с одного халата можно шить чехол на КамАЗ. Еще останется метров 50. Баба должна бояться, трепетать. Вон у меня вчера жена с тещей на коленях передо мной стояли, да? Еще и челом били. Вылезай, говорят, скотина из-под дивана, а то хуже будет. Ну меня под диван тогда что-то закатило. А, вспомнил, 4 зуба упало молочное. Но я им молока не купил, жена мне замечание сделала. Эти подкаблучники меня прямо бесят. Бабы верховодят, все деньги только на себя и тратят. Вот я, все же захочу, мне все покупают. Захотел новый пускалки для жены? Купили. Новый сапогель для тещи? Пожалуйста. Носки мне новые. А, это единственное, что не купили. Ты, говорят, сначала вольфы-то носишь со второго класса. Белые. Не, ну они классные, там такое качество, сейчас таких не шьют. Мужик семьи должен быть царь и господин. У подкаблучников жены вообще страх потеряли. Моя жена, например, страх не теряла. Как была страшная в молодости, так еще страшнее осталась. Я для жены непререкаемый авторитет. Она мне знаете, как говорит? Ага. Мой повелитель. Да? Так мне и говорит. Мой повелитель. Швабру дает, говорит, давай мой повелитель. Это ж какой позор, эти подкаблучники с женами командуют. Туда не ходи, сюда не ходи. После работы сразу домой. Мужик сам должен решать, когда ему приходи. Я вчера вообще в 6 утра домой пришел. Да? Но мне жена сказала, ко мне мужчина придет. Раньше 6 домой несусь. Так-то она меня заботлива. Как-то с вечеринки пришел, голова болит. Мне жена сразу колбу холодное приложила. Гантелю с размахом. Все помогло. Потом весь день ничего не болело. Без сознания лежал весь день. Что-то может болеть. Я не представляю, как это быть подкаблучником. Вот я могу делать, что я захочу. Да, мне ничего не будет. В среду пьяный приперся, мне ничего и не было. Ничего не было. Ни постельного белья, ни подушки. Ничего не было. Даже дверь не открыли. Да я и сам не хотел заходить. Что мне там делать в духоте? На улице хорошо, свежо. В декабре минус 25. Снежок мягенький. А бывает это у подкаблучников, что жена их бьет. Ну это вообще. То жопа моя Тамара на меня руку подняла. Да неужели? Ногами, правда, дуба себе назад. Ну это ж так не за зла. Эти подкаблучники, как баба, моют, драют. Я дома ничего не делаю. Все жена с тетей. Недавно ремонт был, так тетей с женой потолки пилили. Все сами. Я вообще стоял, ничего не делал. На четвереньках стоял, заместо козла. Они на мне и пилили. Правда, им лень было кисточкой водить. Они ее берли в потолок. А я ползал по комнате, как право. Помочь-то надо было, бабам, жалко. Летом на даче я вообще не работал. Все лето просадил, не вставая. Ну нельзя было вставать. Меня на яйца посадили, цыплянку съездил. Ну да. Ну им курочку было жалко, что она сидит 3 месяца, а у нее никаких развлечений. Цыплята до сих пор за мной бегают, думают, что я их мать. Я мужик, а мужик должен зарабатывать. Понятно? У нее вчера таких люлей заработала жены. Она мне сказала отодрать обои. А что за обои, не сказала. Сижу, жду. Тут звонок в дверь. Заходит соседка Зинаида Панделеевна с подругой. Думаю, ага, вот они обои. Я говорю... Прошу прощения, конечно. Но мне жена строго-настрого приказала вас. Соседка говорит, как вам не стыдно такое женщинам предлагать, предварительно не налив коньяку? А подруга говорит, господи, все-таки новогодние желания сбываются. Хоть и через 50 лет. Содрались мне одежду полностью, оставили только гольфы. Судя по их энтузиазму, я понял, что по мужику не тоскуются времен мамая. Я уже и сос кричал, и в окно пытался прыгать, а ты их только распаляла. Тут жена заходит, это что за бакханалия? Я говорю, ты сама велела? Она говорит, я велела на стене. Я говорю, ой, да было у нас уже тут по-всякому. И на полу, и на стене Зинаида Пантелеевна даже на потолок пыталась запрыгнуть. И то, что она мне опять холодное приложила. Сама себе противоречивается. В общем, ребята, я что хочу сказать. Надо держаться вместе. По-другому бак не победишь. Поверьте, я на этом собаку съел. Но я не хотел есть, жена заставила. Короче, если что, я рядом. Всегда научу, помогу и поддержу. Так что запишите мой адрес. Хотя нет, не пишите. У меня тут подкаблучник. Не надо. Так запоминайте. Город Халдейск. Проспект Рабыни и Зауры. Изолятор 13. Бескребетный Тюфяк Вахлакович. Жду. Спасибо. Тут по телеку моду показывали. Дефиле. Не видели никуда? Ощущение такое, будто где-то по гост разрыли. Оттуда на скелеты повылазили. Под музыку маршируют. Правильно назвали? Дефиле. Прям охота крикнуть. Дефиле. Одни маслы торчат. Пес сидел облизываться. Столько костей сразу. И тут моя Надька говорит. Я мечтаю быть такой же, как к ней. Я ж голубцом подавился. Я говорю, Надя, не вздумай. Я шо, извращенец, чтоб же супружеской жизни с черенкома от лопаты. Ну, шо за мода пошла? Она смотрится на этих опарышей голливудских. И давай худей. Ну, где это видно, чтоб живая баба 40 килограммов весила? У меня собака 50 весит. Девоньки, ради бога, выбейте эту дурь с головы, худей. Вы у нас самые лучшие, самые красивые. Женщина должна соответствовать масштабам страны. Вот Франция. Страна мелкая, бабы мелкие. У нас страна необъятная, и бабы такие же. У нашей бабы все есть. И уральские горы. Ну, а сзади огромные... За Байкалью. С нашей бабой мужик чувствует себя покорителем великих просторов. У моей до сих пор есть места, где я еще не бывал. Но мы только 20 лет женаты, еще руки не дошли. Нам их мода не подходит. Журнале там глянцево. Сима в итальянском стиле. И девка стоит лыбиться, мини-юбка дыхает эту пупа. Ты у нас в Сибири так погуляй. Тебе под эту мини-юбку снега наметет полные трусы. Замучайся выгребать. А на ночь муж тебе еще солью посыпет, чтобы не поскользнуться. Во время исполнения супружеского долга. Я посмотрю, как ты тогда полыбишься. Ну, что мы на них смотрим? Наши бабы самые лучшие. Ну, что их нет за мухры? Ручки-брутики, ножки-веточки. Мои натики в пупок, крикнешь оттуда эхо. Наша баба как море. В ней купаться можно. Прыгнул и качается на волнах. Главное, забуйки держи, чтобы не снесло. Наша баба это русское поле. Там пахать не перепахать. Бывает так на паше, что плур сгибается. Моей картошку на огороде выкопать даже лопатой не надо. У нее левая рука совковая, правая шликовая. А ты вместе шагающий экскаватор. В рекламу гляжу, там этот заморочек, не вобла в юбке. Говорит, Дониссимо, легкое облако творожка, нежные сливки с кусочками фруктов, изысканное лакомство и всего 60 калорий. На отечественном телевидении должна сидеть нормальная баба, красивая, как моя Надька, и говорит, Свиниссимо, легкое облако сало, сочные кусочки рульки, плавающие в нежном холодце с пельменьями, изысканное лакомство и всего 6000 калорий. Нам их немодные закидоны не подходят. Вот Надюха моя решила сделать пирсинг бубка. Пирсинг кис не смог пробить. Там слой красоты 20 сантиметров. Только дрель сломал. Моя даже брови не повела. А эта мода пошла. Брюки на бедрах, чтобы животик было видно. Моя нарядила животик надвиз над брюками, как козырек над подъездом. Дождь пошел, там детский сад спрятался вместе с воспитателем. Астринги эти, это издевательство над русской бабой. Взять наши отечественные трусы. Все надежно прикрыто со всех сторон. Враг не пройдет. Граница на замке. А их стримки, это ж проходной двор. А главное, не нашим бабам не подходят эти стримки. Это все равно, что-то нести два арбуза одним шнурком. Наши девчата, они другие. Вот записала знать-ка на танец живота. Ну, тренер же показала ей, как крутить этим животом. Зря показала. Маяк, как запустил этот свой маятник смерти, люди по залу летали, как пехни. Мы, главное, же домой приехали. Я же вот еще по инерции два часа ходил тут и суду. Стены соседям долбил. У нас двушка была, теперь студия. Пришлось потом перепланировку в БТИ согласовывать. Мота пошла этих собачек мелких с собой таскать. Видали, сидит он такой, кобырзов, под мышкой, тяпкой. Моя говорит, хочу такую. Я говорю, Надя, тебе эта собачка как плаха. Тебе попрутнее надо. Носи нашего волкодава. А этих собачек, их же наряжают в одежку всякую собачачью. Моя приточила волкодава в собачий магазин, ничего не налезла. Она не растерялась, налетела его в тещу-инхалат. А я думал, не понял, что это собака. Думаю, чего это Лидия Эдуардовна под диван залезла и кость крызет. А тут моя в интернете увидела, за границей новая мулька. В ресторане на стол ложится девушка. Она не еду раскладывает, как на столе. Моя говорит, хочу так же. Ну, легла. Я накрыл поляну. В пупок борща налил кастрюлю. В колбасы нарезал сало, картошки нажарил. Жрал целую неделю. Вся бригада с работы приходила обедать. Съели только с одной ладошки. Остальное стол сам себя доел, слава тебе, Господи. В общем, женщины, девочки, бабочки. Вы наши самые лучшие, самые красивые. Мы вас любим такими, какие вы есть. Охота сказать вам стихами, но в стихах я не очень. Поэтому пусть мне поможет Николай Алексеевич Некрасов. Есть женщины в русских сиреньях с великой душою святой. И нафиг нам запад растленный, где бабы поют с бородой. И пусть заграничные жабы корячатся на дефиле. Родные российские бабы, прекрасней вас нет на земле. Спасибо. Ибо, Лидия Сергеевна, три. Когда наступило лето, мы же носили думать, куда полететь в отпуск. Моя ключа Лидия Сергеевна сказала, что хочет полететь в Африку. Потому что давно мечтала увидеть живую обезьяну. Я посоветовал ей посмотреть в зеркало и успокоиться. Но Лидия Сергеевна никогда не прощала дерзости. И я полетел один. С балкона. После снятия гипса я купил три путевки в Эфиопию. Приехали. В первый день была прогулка на верблюдах. Мы с женой уселись каждый на своего. Когда самый невезучий верблюд увидел Лидию Сергеевну, он понял, что эта прогулка будет для него последней. Теща потрепала верблюдах по морде и сказала, ну шо, Кэмэл, покатаемся? Пока она залезала на верблюдах, губы последнего шептали классическую фразу, поливар не выдержит твоих. Но было поздно. На протяжении всей поездки корабль пустыне стонал и матерился, но мужественно шел вперед, проваливаясь в песок по колени. Теща на колени. Когда Лидия Сергеевна запела «По диким степям за Байкалья», верблюд воспринял это как приговор. Через 50 метров он написал копытом на песке «Прощайте, жизнь больше не имеет смысла». И одним горбатым в Африке стало меньше. На следующий день во время обеда ко мне на лоб села муха. Решив, что это муха-цеце, теща убила ее наотмашь ладонью. Когда я открыл глаза, я езжал в 20 метрах от нашего столика. Из памяти начисто вышибло последние 10 лет супружеской жизни. Ко мне подошла какая-то женщина и сказала, что она моя жена. Я сказал, что она опозналась, и я холостой. Но Лидия Сергеевна никогда не прощала дерзости. С последующим ударом ногой в затылок моя память вернулась в полном объеме. На следующий день мы пошли прогуляться. Во время привала мы с женой съели один банан на двоих. Теща пожирала копченую баранью ногу вместе с копытом. Мимо пробегал голодный гепард, схватил ногу и дал деру. Он думал, что он самое быстрое животное и ухминит. Но Лидия Сергеевна никогда не прощала дерзости. Через 10 секунд она тыкала гепарда мордой в копченую ногу барана, повторяя. Нельзя! Нельзя! Гепард жалобно мяукал. На следующий день во время очередной прогулки на нас напала племя людоедов каннибалов. Увидев Лидию Сергеевну, я не понял, что их продовольственная программа выполнена на два года вперед. Надо только заварить тещу. Наивные. Заварить тещу смог только один человек на свете. Мой тесь Николай Петрович. После последующей экзекуции каннибалы навсегда стали вегетарианцами. Потому что жевать мясо беззубым ртом невозможно. На следующий день теща решила позагорать. Пробегавший мимо бородавочник, увидев тещу в мини-бикини, понял, что не такой уж он и бородавочник. На следующий день мы катались на джипах. На очередном повороте из тещины сумки выглядела краковская колбаса. По шаре в кустах она достала колбасу обратно. Колбасой оказалась пятиметровая анаконда. Они посмотрели друг другу в глаза. И тут рептилия открыла страшную пасть и обнажила ядовитые зубы. Анаконда писалась и свою пасть открывать не стала. Живи, червяк навозный, сказала Лидия Сергеевна и выкинула змею обратно в кусты. Униженная рептилина глоталась камней и утопилась в ближайшем водоеме. На следующий день во время очередной прогулки из чащи вышла огромная горилла. Схватила тещин фотоаппарат и залезла на пальму. Но Лидия Сергеевна никогда не прощала дерзости и полезла на пальму вслед. Под тяжестью двух человекообразных пальма согнулась до самой земли. Горилла спрыгала на землю. Лидия Сергеевна не успела. Пальма резко распрямилась. Словно МиГ-29 теща полетела над просторами саванны. Горючий нос из самолета на протяжении всего полета. В небе раздался громкий хлопок. Это Лидия Сергеевна преодолела звуковой барьер. Хотя на самом деле это был просто страх. Позже местные ученые говорили, что видели метеорит, который матерился при падении. На следующий день мы поехали на экскурсию в саванну. Увидев стадо буйвола, теща словно гиена заскочила в самую середину. Зажала старую буйволицу между двух кустарников. Лихо надоело ведро молока и вернулась обратно. И только через полчаса экскурсовод признался, что буйволиц в этом стаде не было. Теще очень понравилась Африка. Когда мы приехали домой, она включила телевизор, чтобы посмотреть последние известия. Там показывали американского президента Дональда Трампа. Она увидела в нем человека, который в свое время приставал к ней, склонял ее к сожительству, обещал жениться, а потом сбежал. Но Лидия Сергеевна никогда не прощала дерзости. Поэтому скоро мы едем в Америку, пожелайте нам удачи. Редактор субтитров А.Семкин